Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 29 лет, рост 173 сантиметра. Его стиль – боевой самбо. Профессиональный рекорд бойца. 13 боёв, 9 побед при 4 поражениях. Представляющий Махачкалу Россия. Вот он! Бахачали! Бахачали! А вот его соперник – боец в красном углу клетки. Ему 31 год. Рост 177 сантиметров. А стиль ММА. Его профессиональный рекорд. 13 боёв, 8 побед при 5 поражениях. Представляющий город Грозный Россия. Саламу Закаров! Рефери-баятинка Ашота Шугян. Итак, дамы и господа. Всё готово к началу противостояния. Бахачали, Бахачалиев и Саламу Закаров. Видите статистика на ваших экранах. Да, те из вас, кто давно ждёт за смешанными единоборствами, любительскими, в том числе, конечно же, знают Бахачалиева. Бахачалиева, и кажется, он дерётся прям целую вечность. Но при этом он младше. Он младше Саламу Закарова на 2 года. Сейчас Бахачалиев всего лишь 29 лет. Да, и, собственно, продолжает всё равно оставаться активным, оставаться очень интересным. Смотрите, в стоке очень хорошо себя чувствует, не подпускает оппонента. Но Закаров тоже опытный парень. И здесь... Ух, очень близко было. Чуть было не попал. И там даже показалось, зацепил челюсть соперника. Но не на все 100. Лоу-кик по внутренней стороне тем временем от Бахачали. И также не забываем, что бойцы с синего угла очень давно не уступал. Порядка двух лет простой. Да, ну и у Закарова тоже поединок последний в октябре прошлого года. Поэтому парни так близки к тому, чтобы покрыться ржавчиной. Но в целом пока начинает достаточно очень бодро. И здесь всё в очень хорошую скорость показывает Бахачали. Встряхивает руки Бахачалиев. Передний фехтует. По окружности так её водит. И опять терроризировать пытается переднюю ногу у Закарова. Саламу хорошо отвечает джебом. И остаётся на ударной дистанции. Очень опасно. Как будто всё идёт до одного обиднестанного удара. При этом, напоминаем, Бахачали досрочно не проиграл в своей карьере. И здесь по корпусу. Да, так прям заряжается в каждый свой удар. Саламу Закаров. Рёбра пересчитал оппоненту. Поменял стойку. И вот прихват ноги. Здорово. Побивает опору. Бахачалиев не собирается драться. Джентльменские здесь пожали руки и погнали дальше. Да, не собирается бороться именно. Совершенно верно. Опять застревает Закаров на дистанции со своими ударами. И очень хорошо ловит этот эпизод Бахачали. Здесь без ударов. Лоу-кик. Вот Закарова. Здесь покраснение на голове и на лице. О, на Саламу. Там вроде нос небольшой. Здесь вот правосторонний стойкий левший. Он находится. Плюс один лоу-кик. Ну, Бахачалиев действительно филигранно умеет играть в длинную. И заход борьбы. Все-таки борьба будет в этом первом раунде. 2.20 до конца. Отрезка. Но причем ее происхождение, это скорее ошибка Закарова, который пошел вперед, не очень подготовил перевод. И в итоге оказался на конвасе и сверху здесь законтролировал Бахачалиев, просто воспользовавшись этой ошибкой. Опять гард закрывается и локт на коротке от Бахачали. Да, не чистит здесь Бахачалиев. Очень дозированно работает. Главный поединок сегодняшнего вечера также пройдет в полулегкой весовой категории. Напоминаем, там сразятся Исмаил Телеметов и Ахмед Гакеев. Еще, еще просят поработать локтями, судя по всему. Пытается выбраться из этой борьбы. Саламу Закаров пока безуспешно. Есть такое ощущение, что Бахачалиев стремится не потратить слишком много сил. Ну да, он здесь контролирует. Периодически накидывает удары, которые идут в зачет, но при этом не делает больше нормы, скажем так. И контролирует при этом, не позволяя выйти из этого положения Закарову. Но все-таки был эпизод в первом раунде, когда на Настиле был Салам Закаров. Спокойно мог заходить в борьбу Бахачали, но он не стал этого делать. А вот во второй раз, когда уже на себя потянул Саламу оппонента, у Бахачали просто не было выхода. И в итоге мы видим вот этот гард, эту борьбу, этот контроль. Ну и серий, ну не отказываться же мне, когда такая позиция. Последние секунды первого раунда. Вновь локоть от бойца из синего угла. И здорово очень, на самом деле, плечом Бахачали работает. И на этом, собственно, раунд завершается. Продолжение следует. Продолжение следует. продолжается перерыв поединке бухачили бухачилиева и саламу закарова это девятый бой юбилейного 50-го турнира эссеи янг иглз все-таки увидели мы такую обильную и плотную борьбу в гарде от бухачили в первом раунде интересно продолжится ли она 2 ну опять же напомню что там было происхождение такое достаточно случайно и очень хорошо воспользовался этой возможности бухачили далее все в стойке как и начинался собственно говоря первый отрезок вам очень опасные правы боковые 1 раз он достал вот еще один такой удар чуть-чуть опять не хватило как хоккейный щелчок он выглядел очень быстрый неожиданный и при этом здорово здесь уже бухачили пытается достать и попадает поменял опять стойком саламу закара и по корпусу немного смазался удар да низковато в целом бил бухачили мимо но был готов к такой атаке бухачили плюс один джеб до видела этот удар и опять здесь за счет вот дистанции до бухачили вытаскивает переднюю руку еще одна серия и по прежнему комфортно себя ощущает на ногах и вообще в стойке боятся синего угла лоу кик на правый снизу такой вот равноценный или неравноценный обмен такое ощущение что бухачили все-таки просчитал движение оппонента и несмотря на то что во первом раунде пару ударов он пропустил на это было очень опасно но потом все-таки сумел найти нужное для себя расстояние нужный темп полторы минуты позади пойдет ли в борьбу соломо подавливает подавливает закаров нет у него нет особенно необходимости пока как мне кажется этого делать в стойке он давит вот уже под бэкфист здесь пошли нестандартные действия оригинальные решения потому что классическая работа против такого бухачили у солому не получается да сейчас пропустил все-таки вторым ударом пропустил еще джеб до кучи и заход борьбу вот такой получается у соломо да вынужден признать лишь я не ожидал я думал что все-таки в стойке будет до конца дорабатывать а вот здесь я бы отметил еще локти бахачалиева который на отмашь как работает да с оттяжкой очень жестко работает именно на урон здесь обкик возможен и еще один удар там приподнимался неаккуратно выход на рычаг смотрим что там с рукой и что случилось я думаю что за экипировку просто хватался поэтому ашугиан здесь сразу же реагировал по 20 но так или иначе появляются шансы бухачили его выбрать из этой борьбы и на самом деле бухачили много очков набрал выбрасывая локти камерфиста находясь спиной к настилу здесь аккуратнее нужно не бить по пояснице еще раз только по задней поверхности бедра и по пятой точке вот сюда да сюда можно не рискует вы хотели ждет когда появится возможность для того чтобы резко подняться и развернуться да работает коленями очень уверенно причем так по хозяйски оттягивает закаров ну и так растрачивает свое преимущество бухачили потихоньку потому что удары коленом по бедру это опасные удары неприятные и со временем могут вообще проблемы с левой ногой возникнуть у бухачили здесь ложился в образцов через грудь но не получилось салам его провести по сетке по сетке намекают что нужно попытаться вставать плюс до просовывать вот здесь руку чтобы разворачиваться в сторону оппонента по левую в левую сторону получается по себе а там закаров знает свое просто раз колено два колена раз колено два колена и вот здесь да получил все-таки момент бухачилиев во времени уже мало и тем не менее змеи предположили что все-таки должно хватить вот того гандикапа по урону который был у бухачилиев по итогам первых двух двух с половиной минут этого отрезка заход борьбу от бухачилиева ой как здорово закручивание мы просто как воронка сейчас засосал в это болото и оказался сверху в этом положении и здесь локоть какой чудовищный еще слева как бы сечки не возникло после подобных попаданий взрывается взрывается бухачилиев до очень хорошей форме прибывает бухачили но если честно его и в плохой так крайне редко видели и 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 Второй раунд. Лоу-кик от Саламо. Меняет стойки Закаров. Интересно. Очень своевременный лоу-кик. Был от Бокачили. Неплохой тайминг. Ну и затем уже ответные действия. Ух ты. Опять пропускает. Закаров продолжает идти вперед. Работает в челуноке. Смотрим. Двойка выбросила. Сильнейшую правую не подключила. Аперкот. Мимо кассы. Вот Бокачилиева. И здесь, да, лоу-кик. Но тут же два удара в голову от Бокачилиева. Очень качественный поединок. Постоянное движение. Постоянная работа в стойке. Ну, видна вообще обученность и того, и другого. Да, бесспорно, колоссальный опыт помогает Бокачилиев. В том числе опыт любительский. Видно у него, что стойка чуть лучше. Но все-таки доходим мы раз за разом до борьбы. Посмотрите, какие повреждения на лице у Закарова. Там и нос кровит, и гематома под глазом. Я бы отметил вот этот правый от Закарова, который зевнул, откровенно говоря, Бокачилиев. Показал борьбу здесь, дернул, но не стал идти. И вот вновь такая битва умов. Да, кто здесь все-таки окажется хитрее. Ну, и, возможно, Бокачилиев уже не так сильно опасается этих атак справа после первого раунда. Когда вроде бы зацепил. О-о-о-о! Какое попадание! Правый апперкот на встречу получился. И начинается борьба. Менее трех минут. Тяжеленный, тяжеленный. Я думаю, сейчас можно попытаться отлепиться. Хотя в... Ой-ой-ой, в распятие оказывается. И начинается. Сейчас локти полетят. Смотрим. Есть контроль. Есть удары. Мастит. Мастит старается и пытается выбраться здесь. Закаров. Но ситуация складывается однозначно не в его сторону. Еще одна попытка. Начал движение ногами. Но здесь вновь опыт Бокачилиев. Рукой прибрал правый Бокачилиев. И левый работает. О-о-о! Пошел прием. Да, попытка сейчас нет. Сбрасывает. И я думаю, еще будет пытаться бить локтями. Но здесь силы тратит Саламус Закаров. Ничего другого ему не остается. Не может он защищать голову. А это основание для остановки. Если увеличит темп своих атак Бокачилиев, то, возможно, Шо Дашу Гян бой действительно решится прервать. Еще локти. Это, конечно, самая неприятная ситуация вообще в этом поединке для Саламу Закарова. Здесь можно и посечь. Очень неприятный удар. И посмотрите, как ювелирно пытается отрабатывать Бокачили. Но попадает в руку, конечно, надо признать, много раз. И в этом плане очень сильно преуспевает Салам. Минута 20. Да, абсолютно односторонний раунд. И здесь есть предупреждение. И сейчас, возможно, все-таки будет остановка. Ашота Шигян уже буквально в шаге. Буквально, кажется, несколько ударов. И смотрим. Очень много повреждений на лице. О, Саламу Закарова. Казалось бы, да, уже дернулся. Ашота Шигян, но нет. Нет, бой продолжается. И продолжается этот урон в голову. Тяжелейшее мгновение для Саламу Закарова. И все. Это логичная и закономерная остановка здоровья бойца прежде всего. Бокачили, Бокачили. Оформляет 10-ю юбилейную победу. Салам Закаров потерпел 6-е поражение. Еще раз посмотрим, как это было. Отдельное спасибо нашему режиссеру Павлу Попову за эти повторы. И, конечно же, отдельный респект режиссерам видеоповторов. Так, Бокачили, Бокачили. Выходит на серию с двух побед. После длинного простоя. Такой качественный поединок провел. Впереди нас еще три встречи. Величайший вес. Сина. Армазан Заде против Астана Тасултанова. Затем Коммэн-Ивент Рамзан Зауров против Асавата Ахматова. Ну и главное событие. Исмаил Келеметов против Ахмеда Гакеева. Уважаемые дамы и господа, время остановки этого поединка. Четвертая минута, шестая секунда третьего раунда. Техническим нокаутом победа держал боец синего угла. Бокачали! Бокачали! Ваши аплодисменты. Бокачали! Бокачали его! Очень непростой получился поединок. Какие эмоции? Да, эмоции хорошие. После долгого простоя вышел. Спасибо, деньги, что дали подраться. А я после операции, на ноге операции, был восстанавливал услугу. Мои братья всегда рядом помогают. Асхаб, старший брат, Шамиль Алибатеров, тренерации. Спасибо, Сухра, Хаджамура. Ислам помогал Амарам. Готовался всем. Хотел бы попросить побольше времени под нахват готов. И хотел бы у вас официальную лебо. Если получилось, я бы показал еще по-процессии бои, чем сейчас. Спасибо всем. Ваши аплодисменты. Бокачали! Бокачали!